НАТО расширится в ближайшие годы. Членами организации могут стать Западные Балканы, Грузия, Молдова и Украина, уверен заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанне. Мы живем в сложный исторический момент, из-за которого даже очень могущественные, очень богатые страны с очень компетентными правительствами испытывают трудности с управлением чрезвычайно сложной ситуацией. Очевидно, что сейчас происходит перераспределение карт политического и геополитического влияния, а также экономического и коммерческого влияния, репутации и центрального положения в Европе и мире. Мирча Джоанне, заместитель генерального секретаря НАТО, из публикации «Румынской газеты». Страны восточного фланга НАТО, Румыния, Литва, Латвия и Эстония регулярно становятся целью гибридных провокаций со стороны Российской Федерации. Альянс будет защищать свои интересы и территорию от агрессии Москвы, убеждена постоянный представитель США в НАТО. В результате этой неспровоцированной агрессивной войны Россия потеряла сотни тысяч своих солдат, огромное количество техники и ценного оборудования. И мы можем спорить о том, смогут ли они восстановить эти силы и воспроизвести их через несколько лет или через десятилетия, но важно то, что Альянс не ждет. У нас есть новые планы, новая стратегия, новая доктрина, чтобы убедиться, что мы можем защитить каждый дюйм территории НАТО. Россия угрожает не только Украине, но и государством Альянса, считает глава внешнеполитического ведомства Чехии. Он уверен, если Запад прекратит помогать Киеву, то Европейский Союз и НАТО могут оказаться под ударом. Именно поэтому Украина должна получать всю необходимую поддержку в стремлении стать членом ЕС и Альянса. Если посмотреть на российскую стратегию, то она определенно такая. У них есть планы по созданию огромных армий. Так что в этом отношении Украина лишь один эпизод в гораздо более широкой схеме. И в этом контексте любая помощь Украине имеет смысл. Ян Липавский, министр иностранных дел Чехии. В интервью РБК Украина. Принципиальные вопросы для Киева и для союзников гарантии безопасности для Украины. Их обсуждают министры иностранных дел Европейского Союза в Брюсселе. Что касается Украины, мы представим очень совершенные обязательства по безопасности, которые будут презентованы на саммите Евросовета позже на этой неделе. После того, как генеральный секретарь по безопасности и обороне, мой заместитель Шарль Фриз ездил в Киев на консультации с украинской стороной. Мы должны обсудить, как дальше двигаться с этими предложениями и увеличить нашу поддержку. Членство в НАТО и ЕС является гарантией безопасности для Украины в будущем, считают эксперты. Но не менее важно и двустороннее сотрудничество с членами Альянса и Евросоюза. Есть такой член Европейского Союза, как Франция. Она обладает ядерным оружием. Более того, у нее как бы ядерные триады. У нее есть и там подводные лодки, и наземное базирование, и воздушное. И в принципе, так сказать, наличие определенной гарантии от ядерной страны, даже с потенциалом, который существенно меньше России, это бы существенно увеличило безопасность Украины. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны G7 согласовали рамочный документ о гарантиях безопасности для Украины. Позже проводились консультации с Нидерландами, Францией, Италией и Германией. А в декабре 2023-го Украина начала консультации с ЕС относительно коллективных гарантий безопасности. Никита Скобликов для телеканала Freedom.